Приветствую вас и прежде всего хотелось бы сказать так. Для того, чтобы улучшать, планомерно улучшать отношения в браке, нужно понять причины, по которым отношения в браке, которые есть у вас сейчас, на данный момент, вас не устраивают. Понимаете, необходимо более конкретно, более детальная информация о том, что вам нужно именно улучшить и для чего. Понимаете, если стремиться улучшать отношения, возможно, так как вы это хотите сделать, то есть, условно говоря, если пытаться улучшать отношения в однознародном порядке, то ситуация может складываться таким образом, что вы будете действовать по сути, ну, я бы сказал, даже вслепую. То есть, вы будете действовать так, как кажется правильным вам и только вам, и в действительности будут игнорироваться желания, ну, скажем, желания вашего мужа и того, чего хочет он, например, для себя, для вас и так далее. И это, конечно же, негативный эффект того, что вы пытаетесь сделать. То есть, изначально нужно определить, как вы пришли самостоятельно к этой идее, идею улучшить отношения. В чем проблема у вас сейчас? Может, достаточно будет не улучшать отношения как таковые, а может быть, будет лучше, если вы просто-напросто попробуйте решить определенные проблемы, которые у вас есть. Далее. Далее, по общему правилу, и почему по общему правилу, потому что ничего конкретного, опять-таки, вы не говорите, а по общему правилу следует так. Улучшать отношения можно, только стараясь найти баланс между интересами как вашего супруга, так и между тем, чего вы хотели бы сами для себя. То есть, вам необходимо как-то лавировать, лавировать между тем, что вам нужно именно именно для себя тем, что вы считаете плохим в ваших отношениях. То, что вы считаете, как вы считаете, по вашему мнению, нужно работать, над чем нужно работать. И тем, чего хотел бы ваш, например, супруг. Потому что, если вы не будете учитывать того, что хотел бы ваш супруг, то, опять-таки, могут быть у вас достаточно серьезные проблемы. Просто потому что, ну, без учета того, чего хочет ваш муж, не получится реально улучшить отношения. Вот, пожалуй, то основное, что можно вам сказать. И, конечно, по возможности лучше бы вам различать улучшение отношений, то есть, по сути, вывод их на новый уровень, что важно. И, значит, решение проблем. Как бы, вещи сами по себе эти достаточно разные, и вам нужно их различать. Иначе, под сменяющиеся цели, под, так сказать, смежные задачи, будут подменяться соответствующие средства и ресурсы. Если вы, например, хотите решить какие-то проблемы, а будете отношения улучшать, ну, надеюсь, не нужно говорить, что ничего хорошего из этого у вас не получится. И дело здесь не в том, что вы не правы в чем-то, и дело здесь не в том, что вы что-то не так делаете, а дело здесь в том, что у вас, в принципе, неправильный подход. Вот. И, соответственно, изменить этот подход можно только через, как бы, понимание того, что заставило вас делать вот то, что вы сейчас делаете. То есть, что заставило вас задать этот вопрос. Ну, и, наверное, завершающей, так сказать, завершающей формулировкой будет то, что, если вы хотите улучшить отношения, у вас есть, наверное, какой-то идеал, какой-то предел, до которого вы хотите довести ваши отношения, и, соответственно, необходимо определить, разделяет ли ваш муж этот идеал, в курсе ли он его вообще. Соответственно, если нет, то требуется его до него донести, то есть, идеал донести до вашего мужа, чтобы он имел его в виду. Ну, а далее определить, хочет ли ваш мужчина его вместе с вами достигать. Вот. Это вот то, что можно ответить на ваш вопрос. Естественно, понимаю, что этого мало, понимаю, что этого явно недостаточно, вам этого не может быть достаточно, но свой вопрос вы больше не раскрыли, и я думаю, что, если вам требуется действительно серьезная работа, если вам действительно нужна помощь, или дополните свой вопрос, или договоритесь с любым экспертом на нашем ресурсе, чтобы с вами поработали. Если вы пожелаете дополнить свой вопрос, то, пожалуйста, напишите мне об этом в личку, чтобы я прочитал дополнение и дал вам адекватную обратную связь. А на этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok